На предмет обсуждения участия Беларуси в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и иных подобных организациях и тех разговоров, которые по этому поводу звучат, я хочу отметить несколько принципиальных моментов. Первое. В чем важность подобных мероприятий, в которых президент принимает участие? На таких площадках имеется возможность проконтролировать на самом высоком уровне, как исполняются договоренности. К примеру, Китай. С заместителем председателя КНР Ван Тишанем сегодня у президента состоялся предметный разговор, во время которого много чего удалось обсудить. Это и практические вопросы белорусско-китайских отношений, и будущая встреча президента Беларуси и председателя КНР. Глава белорусского государства пожелал удачи руководству Китая на предстоящем 20-м всекитайском съезде КПК. Обсудили и рабочий визит белорусской делегации в Китай. Также краткий разговор на полях саммита состоялся с эмиром Катара. Это, опять же, контроль и ревизия реализуемых совместных проектов в области, например, строительства и не только. Второе. Краткие встречи, во время которых формируются планы двусторонних отношений. Они не являются в классическом понимании двусторонними встречами. Тем не менее, во время этого общения лидеры определяют перспективу. Здесь, как пример, встреча с премьер-министром Пакистана во время недавних переговоров в Самарканде были определены механизмы действий по развитию отношений. Это и работа торгово-экономических комиссий, затем встреча министров иностранных дел в Исламабаде, после визит президента Беларуси в Пакистан. Однако в реализации планов произошло торможение. Тут же, понимая это, премьер-министр Пакистана предложил встретиться и кратко переговорить. И сегодня еще раз договорились, надо ускоряться, все задуманное будет реализовано, и в ближайшее время кульминацией большой проделанной работы должен стать визит президента в Пакистан. Третий важнейший момент – фундаментальные встречи. Таковые сегодня состоялись с президентами Турции и Казахстана. Они были заранее очень серьезно подготовлены, хоть прошли на полях саммита. Во время этих встреч принципиально и концептуально обсудили широкий спектр вопросов. Повестка с Казахстаном предельно ясна, в наших отношениях нет никаких проблем. Очень насыщенными были и переговоры с президентом Турции, и по их ходу неожиданно возникло предложение в ближайшее время встретиться и продолжить разговоры в Анкаре. Это президенту Беларуси предложил турецкий лидер. Ну и кроме того, так сказать, на ногах президент сегодня пообщался с коллегами из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана. Инициативно познакомилась и пообщалась с президентом Беларуси и заместителем гендиректора по Евразии и странам Балканского региона МИД Израиля. Говорили о наших взаимоотношениях с этой страной. Все это большая практическая работа на перспективу, которой позволяют проводить подобные форматы и площадки, когда в одно время вместе собираются два десятка глав государств и правительств. И возвращаясь к обсуждению, надо не надо, судите сами.